МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доллар падает, а цены растут. Почему это происходит и кому это выгодно? Виноваты бюрократы, когда малообеспеченные жители столицы получат, наконец, компенсацию за тепло. Счет пошел на десятки. На территорию Молдовы в очередной раз не пропустили иностранных журналистов. А теперь начнем рассматривать все эти и многие другие темы подробно. Но и одна из основных новостей уходящей недели – это то, что зима, наконец, вступила в свои права, завалив Молдову снегом. 18 января на всей территории страны случился настоящий снежный шторм. Вот какой репортаж подготовили журналисты РТР Молдова. Последствия выпавшего накануне снега приходится устранять до сих пор. В течение прошедшей ночи спасатели и пожарные разблокировали более ста автомобилей. Возле населенных пунктов Троица-Ноуэ, Джамэне, Варница, Делакэ, Учебановка, Анини Ной. Помощь спасателей потребовалась и возле населенного пункта Кашкалия и Кирка-Ешть в районе Каушень. Пожарные вызвалили из сугробов два автобуса с людьми, включая группу из 15 детей, которые направлялись в школу. По информации Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, всего в разблокировании транспорта приняло участие 375 сотрудников инспектората. Они оказали помощь более 120 автомобилистам в районах Шалданеш, Трезина, Архей, Каушань и других. В течение ночи также работали три кризисные ячейки, созданные в Северном, Южном и Центральном подразделениях. В Теленешной трассе Белтский-Шинэу водители шести грузовиков получили помощь. Некоторые национальные дороги остаются заблокированными в районе Каушень, а также в районе Штефанводы. Предстоит освободить трассы Кантемир-Камрад-Садык-Кантемир, где движение грузовых автомобилей ограничено. Около 270 населенных пунктов из 18 районов остаются отключенными от электричества. Среди них Яловень, Креулень, Ханчешт, Штефанводы и другие. Из-за отключения света и непроходимости трасс около 10 тысяч учеников из 44 школ, расположенных в семи районах республики, сегодня остались дома. Также были закрыты 40 детских садов. Для борьбы с последствиями снегопада выделено более 135 единиц спецтехники, 185 рабочих, а также около 100 работников дорожной полиции. Кроме того, около 400 сотрудников инспекции по чрезвычайным ситуациям контролируют ситуацию в стране. В случае риска водителям настоятельно рекомендуется позвонить в службу 901. Но не только с транспортом обстояли проблемы в день снегопада. Ничуть не легче было и пешеходам. Несмотря на мобилизацию техники, многие дороги в Кишиноу остались нечищенными, а дворы утонули в сугробах. Для этой пенсионерки привычный поход в магазин обернулся переломом. Пожилая женщина славировала на обледенелом тротуаре, в результате чего пришлось вызывать скорую. Таких, как она, в БСМП только за последние сутки поступило 23 человека. Шестерым из них понадобилось хирургическое вмешательство. При нынешних погодных условиях здесь привычный поток пациентов. А все дело в том, что улицы в городе, если и пытаются чистить, то это все равно незаметно. Жалуются пешеходы. Скользко, как на коньках. А не посыпают ничего? Нет, нет, не посыпают. Нет, там песочком посыпали дорожку по тротуару, а так вот примерно как здесь. Немножко посыпано, но это мало что дает, потому что в общем снизу-то все равно лед. Тает, песок уходит в землю, а потом примораживается опять скользко. Это чистить надо. Я упала в прошлую зиму и сейчас боюсь ходить. А у нас там песка нету. Запас песка и соли есть, говорят в муниципальном управлении жилищно-коммунального хозяйства. Пока. Впрочем, в этом году тротуары решено посыпать новым современным реагентом. По теории он препятствует формированию ледового наста, но на практике не сработал. Мы учимся работать с реагентом, но в основном вся надежда на старый метод соли и песок. С 6 часов вечера мы работали, убрали ту жидкую массу, которая формировалась. Мы не успели, поскольку транспорта для всего не было по 12 часов. И вот то, что осталось уже при температуре минус 8 ночью, она затвердила и транспорт работал ночью. Сколько работал сегодня утром. Некоторые пешеходы понимают, что коммунальщикам не хватает ни рук, ни техники. А кое-кто их работу даже хвалит. Чистили дороги, посыпали. Мало того, я сегодня заметила, даже рано утром, что освещаются пешеходные переходы. Вы знаете, мне это радует. Ну, так, где посыпано, где нет. Ну, можно пройти потихонечку. Скользко немножко, но можно ходить. Терпимо. Для расчистки тротуара, видорог во дворах, а также на остановках общественного транспорта было мобилизовано 45 спецмашин и более 400 рабочих. По словам пресс-секретаря мэрии Вадима Бронзанюка, в столице не осталось заблокированных дорог. Общественный транспорт работает в обычном режиме. Итак, Молдова оказалась не очень готова к таким сильным снегопадам. Однако, по данным синоптиков, в ближайшее время они не повторятся. Выходные порадуют нас мелким снежком и комфортной погодой, а вот на следующей неделе может значительно похолодать. Впрочем, погода погода, а жизнь продолжается. Так что перейдем к другим важным новостям. Меньше чем через месяц, 12 февраля, в Молдове выступает в силу закон о запрете трансляции и ретрансляции на территории страны новостных и аналитических передач, подготовленных в странах, не ратифицировавших Европейскую Конвенцию о трансграничном телевидении. В числе этих стран Россия, которая подписала документ еще в 1999 году, но до сих пор не придала ему силу закона. Молдовские депутаты проголосовали за законопроект, направленный на борьбу с иностранной пропагандой. Сразу в двух чтениях еще 7 декабря. Но президент Игорь Дадон дважды отказывался его промульгировать. Тогда по уже накатанной схеме 5 января за него это сделал спикер парламента Адриан Канду в соответствии с решением Конституционного суда о том, что в случаях, когда глава государства отказывается выполнять свои конституционные обязанности, за него это может сделать спикер парламента или премьер-министр. Таким образом, отказ Молдовы от трансляции на своей территории российских новостных, военных и аналитических программ перешел из сферы дискуссий в сферу закона. Координационный совет по теле и радиообещанию пообещал тщательно следить за тем, как телеканалы будут выполнять его положение. При этом штрафы за несоблюдение закона могут достигать 100 тысяч шлеев с последующим отзывом лицензии. В этот раз Москва жестко отреагировала на нововведения. Россия оставляет за собой право ответить на дискриминацию российских СМИ в Молдове. Об этом заявила официальный представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, данный запрет требует реакции ОБСЕ, а также оценки официальных европейских структур. Захарова назвала этот закон «зачистка информационного пространства страны», передает Интерфакс. Цитирую. «Данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе», подчеркнула Захарова. Кроме того, 18 января в Госдуме Российской Федерации был зарегистрирован проект заявления Нижней Палаты Российского Парламента. И вновь цитата. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации рассматривает подобные действия со стороны координатора правящей коалиции, фактически узурпировавшей власть в стране, как грубое нарушение общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации, ущемляющей права значительной части граждан Республики Молдова. И расценивает эти действия как очередной антироссийский акт. Цитирую документ РИА Новости. О том, правда ли это и как вяжется этот запрет с базовыми правами человека и конституционными правами граждан Молдовы, и, как скажется, он на развитии всего Молдовского телевидения, мы беседуем сегодня с медиаэкспертом и экс-вице-председателем Координационного совета по аудиовизуалу Николаем Дамаскиным и генеральным директором телекомпании РТР Молдова Евгением Сергеевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, теперь, когда закон принят, его обсуждать уже поздно, постфактум, но если все-таки называть вещи своими именами, то мне кажется, что он явно направлен конкретно против именно российской пропаганды. Но проводились ли какие-то исследования реального влияния на нашего отечественного телезрителя, вот этой российской пропаганды? Сколько она есть и можно ли узнать тогда о результатах этих исследований где-то? Я не думаю, что проводились определенные исследования непосредственно в Молдове, но данная проблема, она не нова. За последние 3-4 года влияние российской пропаганды не только на Молдову, мы сейчас говорим о всей Европе, в принципе, и Соединенных Штатов Америки, включительно и Молдову. Она настолько усилилась, что об этом уже достаточно открыто, раньше как-то вуалировались, не было принято произносить Россия, российская пропаганда. Сейчас уже вещи называются своими именами, потому что и результаты этой пропагандистической машины, они видны. В Европейский Союз принял даже закон о борьбе с российской пропагандой, в Европейский Союз создал группу экспертов, буквально на днях 39 экспертов со всего Евросоюза, куда входят определенные и специалисты в области рекламы, телевидения, пиарщики и даже академический состав. Создали эту структуру для борьбы с российской пропагандой. Они почитали, что за последний год более трех с половиной тысяч фейковых новостей были выпущены российскими телеканалами, но они используют различные методы донесения своего месседжа и на различных языках. Вот за год было почитано около трех с половиной тысяч новостей. Хорошо, а отслеживает ли кто-то такие же фейковые новости из каких-то других источников Евросоюза, Румынии? Мы не сталкивались с данной проблемой, сталкивались с российской проблемой, но никак не с Евросоюза. Тем более, что данная проблема, а средства массовой информации, как в некотором роде, как оружие, даже прописано в военной стратегии Российской Федерации. То есть они даже не скрывают эту пропаганду. Но насколько, вопрос к вам обоим, насколько по-вашему демократичны подобные меры? То есть мы говорим о плюрализме, мнении о демократии, о свободе слова, и мы запрещаем какие-то конкретные вещи. Вот Евгений тоже вас хотелось бы услышать, как руководителя телеканала. Олесь, в принципе, проблема не нова, она поднималась в Молдове еще с 2014 года, существовало так называемые законопроекты и Карины Фусу, и Сергея Сырбу. Николай, да, там правильно перечислил, что европейские структуры тоже внимательно относятся к российской пропаганде, но при этом они ее не запрещают, как произошло в Молдове. Из законопроекта 2014 года, насколько я помню, и Совет Европы, и ОБСЕ дали отрицательный виз на внедрение таких изменений, указав, что это очень похоже на цензуру и ограничение свободы слова, что противоречит статье 10 Европейской Конвенции. В этот раз нынешний законопроект, который был предложен, насколько я помню, летом после визита лидера ДПМ Соединенных Штатов и Америки, даже не отправляли на экспертизу, на оценку в европейские структуры, потому что заранее был известен отрицательный ответ. На этом фоне, как бы говорить о законности, о том, что это соответствует действительности, действительно необходимо в Молдове, я бы усомнился. Ну, у меня противоположная точка зрения. Я участвовал при разработке данного закона, то есть этот закон посыпал к нам Чача, у меня были даже свои изменения в данном проекте закона. И этот закон надо смотреть в ансамбле, и мы не можем сравнивать себя с другими европейскими странами. Я повторюсь, может быть, я это повторял неоднократно, мы воспитывались и росли в одном обществе, которое называлось Советский Союз. Нас воспитывали на определенных ценностях, на определенных... У нас была общая культура, музыка, история, кинематография. Это скорее наша внутренняя проблема в том плане, что мы не успели, не умели изнутри это правильно воспитывать, Совершенно правильно. Но причем здесь вещи, которые приходят к нам снаружи. А вы понимаете... То есть мы конкретно запрещаем это смотреть и навязываем, что это можно, а это нельзя. Вы думаете, у Российской Федерации Молдова является в сфере влияния стратегических, стратегически? Я вам говорю, что да. И тогда Российская Федерация будет использовать все мыслимые и немыслимые рычаги давления или использовать в первую очередь масс-медиум. Но многие называют это не просто желанием борьбы с пропагандой, но еще и некими политическими заказами, попыткой избавиться от конкурентов. Вот, Евгений, как вы считаете, то есть отразится ли это на работе местных телеканалов? Какова их судьба вообще? Лиз, давайте я чуть-чуть возражу Николая по поводу его предыдущего высказывания. Николай, у нас в стране у людей есть две точки зрения полярные. Этого никто не отрицает, даже социологи ставят вопросы, вы за Евросоюз, вы против Евросоюза. У каждого человека должно быть свое собственное мнение, каждый может высказывать это мнение. Запретами мы превратимся из декларируемого европейского демократического государства, наверное, в какую-то диктатуру. Ну, Советский Союз, да, вы приводили в пример, там запрещалась биполярная точка зрения. Сейчас происходит то же самое в Молдове, получается. Ну, то есть вам не нравится высказывание, как Россия высказывается по поводу, там, допустим, украинского кризиса. Но если включить телеканал Интер, ретранслируемый в Республике Молдова... А он не популярен, его никто не смотрит, а вот российские телеканалы смотрят, и это влияет... Ну, окей, ну, давай принудительно заставить популярными румынские каналы, либо... Нет, никто об этом не говорит... В любом случае, любые цели, возможно, ваши цели, вы правы, да? Но действовать надо в рамках закона. Когда вы позволяете себе действовать не в рамках закона, ну, это приводит, как всегда, к плачевным последствиям. Потому что в перспективе вы даете там оппонентам возможность, если они придут к власти, применять точно такие же методы по отношению уже к вам, да? Ну, это путь в никуда. Я считаю, что этот закон, он очень плодотворный для нашего рынка, и я объясню, почему. Потому что все надо смотреть в ансамбле. Российские телеканалы, которые ретранслируются в Молдове, не ретранслируются, а берется контент на наших телеканалах, у которых есть лицензия от КСТР. То есть, есть такое понятие, что этот контент дается не просто так, этот контент дается с условием, что там будут российские новости, информационно-аналитические передачи и ток-шоу. С исчезновением вот этих новостей и политических ток-шоу, я думаю, Россия перестанет производить, влаживать миллионы долларов в шоу и давать их в Молдову на ретрансляцию, потому что, потому что, как, а где каритати? Ну, так правильно, получается, что это прямая борьба с конкретными телеканалами, а не борьба за чистоту мнений. Я вам дам другой пример. У нас 67 телеканалов, или более 60, плюс-минус один-два канала, потому что есть текучка, кто-то закрывается, кто-то открывается. Из которых ведущих каналов, да, можем пересчитать по пальцам, которые разделяют все рекламные деньги в нашей стране. Это телеканалы, которые ретранслируют российский контент. И это реальность. То есть не может никак конкурировать с РТР Молдова, или с Праймом, или с РЕН-ТВ, конкурировать, там, не знаю, Импакт ТВ, или любые другие телеканалы, которые производят только свой контент, не способны в любое ток-шоу, произведенное за границей, и про ТВ, кстати, в той же категории. Ни один телеканал не сможет с ним бороться, потому что там влаживаются миллионы долларов. Да, конечно, потому что там другие масштабы страны, вложения и так далее. А как это конкурентно, корректно между телеканалами в нашей стране? Когда кто-то берет контент из страны и имеет рейтинги, собирает миллион или два миллиона, ну, я сейчас образно говорю, денег из рекламного рынка на свой телеканал, и другой телеканал, который производит свой контент, он, конечно, не будет конкурентоспособным. Вот с запретом российских новостей, с исчезновением большого контента, начнут производить свой контент, и тогда будет настоящая конкурентоспособность. Но в любом случае у Молдова нет возможности таких, как в России или в Румынии, такого же продукта мы не получим. Я семь лет подряд говорю, если я хочу смотреть НТВ, позвольте мне его смотреть в оригинале. То есть вот взять в кабеле НТВ, чистом, смотря весь этот телеканал. Но опять же мы возвращаемся к тому, что мы боремся с конкретными каналами. Нет, нет, нет. Что произойдет вообще с каналами, которые ретранслируют? Вот, Евгений, как вы считаете, не приведет ли это к закрытию каких-то каналов, к убыткам серьезным? Какова судьба вообще отечественного телевидения в этой связи? Пока рано говорить, будет зависеть от правообладателей, сохранят ли они право у тех телеканалов, которые закупали контент у Первого, у НТВ, у ТНТ, ну, другие российские каналы, которые сказал Николай. Сохранят ли они там права на покупку контента? Я не думаю, что там критично будут стоять новости, хотя возможно. Но, следуя логике Николая, я сомневаюсь, что мы можем потерять вообще телевидение в Молдове. Потому что люди не готовы смотреть на вместо прайма Бусуёк ТВ, либо любой другой местный телеканал. Я бы назвал, что 67 вы назвали, но по факту телеканалами можно назвать 15 каналов максимум в нашей стране. Все остальное – это такая видимость телеканалов. И если эти 15 каналов начнут показывать чисто местный контент, Николай, мы все понимаем, что ни рекламных денег не будем делить, ни смотреть, что никто не будет. Люди, скорее всего, и это уже есть тенденция, мы видим из года в год, что процент переключения на альтернативные источники, неконтролируемый ЧЧА, он растет. С введением этих запретов, либо там с последующими запретами, которые возможны, да. Количество людей, переключающихся на интернет, либо спутник, возрастет, ну, я думаю, существенно. О каком развитии тогда местного телевидения мы говорим? Мы говорим о внешней пропаганде, но забываем про внутреннюю, про те же какие-то местные ток-шоу, про румынские телеканалы. Почему мы не следим за этим, а так вот только вот про российское? В качестве по-местному, да, то есть ярко выражаются все внутренние ситуации на телеканале во время предвыборной кампании. Если говорить не о предвыборных каких-то вещах, а о каких-то румынских и местных телеканалах, которые, например, продвигают идею воссоединения с Румынией, да, вот о том, что, ну, предлагают отказаться от своей государственности, что наказуемый закон. Почему мы не обращаем внимания на это, а говорим о каких-то российских вещах и об их мнении о происходящем на Украине? Не было таких мониторингов, никем не были осуществлены. Мониторинги, которые бы показали телеканал, который продвигает университетские... Ну, так а почему они не проводятся? Ну, так это я вас должен спрашивать. Николай, вы бывший член Координационного совета по середине радио. Не стоял, Евгений, ну, не стоял-то вопрос, в принципе. Да, у нас есть политические деятели. Ну, при этом проводились неоднократные мониторинги российских телеканалов, знаете, ну, такая... Ну, не было высказывания, Евгений, извините, высказывания вице-председателя Думы Российской Федерации о том, что Молдова – это исконно российская земля, и мы успокоимся только тогда, когда наши танки будут стоять на берегу прута. Точка. Ну, было такое. Ни один политический деятель... Ну, хорошо, когда сейчас Троянбосевску предложил конкретно внести... Униря. Да, объединить. Вот сейчас буквально на дня. Троянбосевск... Ну, это его точка зрения. То есть, это политик высказался о том, что мы должны соединить два государства. Ну, да, какие-то... А если председатель Госдумы Российской Федерации не политик, ну... Там тоже не требуется... Не, ну, какие-то явно двойные стандарты. То есть, здесь можно, здесь нельзя. То есть, пожалуйста, тут нет. Давайте не отрицать реально, что существуют двойные стандарты. Есть это в нашей стране на протяжении уже долгих лет. Есть позиция правящего большинства, она как бы проевропейская. Есть какая-то позиция там сближения с Российской Федерацией. У каждого человека здесь нельзя навязывать точку зрения. И категорично одну догму со всех телеканалов вещать. Это тоже, согласитесь, не демократично. Абсолютно с вами согласен. Совсем скоро этот закон вступает уже, то есть, он опубликован, буквально совсем скоро он вступает в силу. Какова, по вашему мнению, вот вопрос к обоим, вот дальнейшая судьба, что будет происходить дальше, что ждет наш телеканал в связи с этим? Мяч сейчас в руках у КСТР. Как он себя сейчас проявит? Потому что в мою бытность, вице-председателем КСТР, у нас не было такого закона, у нас не было санкций для борьбы, у нас не было инструментария для четкой борьбы с данными явлениями. У нас там публичное предупреждение, штраф 1800 лей и тому подобные этапы. Сейчас, в принципе, все зависит от КСТР, от его позиции по данному вопросу. И я думаю, что ничего страшного не произойдет в наших отечественных телеканалах. Я думаю, это только приведет к развитию местного контента. А, Евгений, а вы как считаете? Смотрите, Алис, ну, закон вступает в силу, закон исполнять надо. Да, в отличие от правящего большинства, которые допускают нарушение закона при принятии таких норм, мы, телеканалы, скорее всего, будем их придерживаться. Часто я говорю об РТР Молдовы, я не могу сказать о других телеканалах. Ну, другие, скорее всего, также будут соблюдать данные положения. Тем более, что штрафы, которые внесены, они достаточно существенны. Для местных телеканалов, несмотря на то, что Николай все-таки надеется, что появится местный контент, он забывает о финансовой стороне этого вопроса. То есть, местные телеканалы могут делать, производить достаточное количество контента. Мы бы тоже хотели бы снимать шикарные шоу, только при условии, что экономика Молдовы будет расти, и, соответственно, рекламные бюджеты рекламодателей будут расти, и телеканалы будут получать больше доходов. При том уровне состояния на сегодняшний день рынка телевизионной рекламы, я сомневаюсь, что национальное телевидение, местное телевидение будет показывать сильно большой рост. Скорее всего, в нынешних условиях, когда есть обязательная доля местного контента, опять-таки, введенного в качестве борьбы с российской пропагандой, это было каким-то таким двигающим моментом. Вот так вы это объясняли европейским партнерам, насколько я знаю. Евгений, ну невозможно, чтобы в стране был отечественный телеканал, который ничего бы не производил, который берет контент другого телеканала, 24 часа показывает другой телеканал, и это называется отечественное телевидение. Так не бывает. Такого феномена нету нигде в европейских странах. Это только в Молдове. Это только наш отечественный ноу-хау. Это ваша точка зрения, это моя точка зрения. В споре рождается истина. Поэтому, ну, каналы будут существовать, да, в любом случае каналы будут покупать контент рейтинговый. Рейтинговый контент на сегодняшний день, с этим никто не поспорит, это российские сериалы и ток-шоу и развлекательные передачи. По факту мы говорим, что российские телеканалы останутся доминантными на рынке, ну, я имею в виду местные телеканалы с контентом российским останутся доминантными на рынке, но при этом самое главное, чтобы не было российских новостей. Вот так я понимаю. Ну да, получается так. В принципе, да, хотя, Николай, если вы нажмете кнопочку там в Ютубе, напишите в Вести, то Вести российские у вас появятся через пять минут после выхода в эфир. Можете смотреть. Интернет-площадки в Молдове в большинстве своем делать копипейст российских новостей. Я вам скажу, эффективность борьбы с пропагандой минимальна. Вот эта комиссия и закон принятый Евросоюзом по борьбе с российской пропагандой, он уже предусматривает. Даже вчера вот эта комиссия собиралась, было высказывание комиссара Кинга по этому поводу. То есть даже Фейсбук будет приравниваться к средствам массовой информации. И даже туда будут находиться механизмы для того, чтобы очищать от фейковых новостей и от пропагандических материалов. Независимость от страны... Если обратиться к вчерашнему заседанию в Европейском парламенте, то там были иные точки зрения. Там были иные точки зрения. Которые считают, что российская пропаганда – это надуманная проблема. И следует обратить больше внимания на европейскую пропаганду, которая осуществляется каналами, существующими в основном за счет государственных денег. Есть политика. Давайте как бы говорить. Там есть США, Россия, Евросоюз, Молдова в данном случае пошла по какому-то некому геополитическому варианту. Ну, в частности, никто не скрывает, что американцы очень хотели и поддерживали идею запрета в Молдове российских новостей. Ну, это их право. Но по факту мы не принимали сами решения, получается, принимали решения по настоянию американцев. Я не совсем уверен в том, что... Ну, да, я думаю, что в нашем сборе, к сожалению, истина так и не родится сегодня. Мы уже 7 лет это обсуждаем, на каждой встрече. Ну, совсем скоро мы увидим, как это все будет развиваться дальше и как, во что же это все выльется. Я очень благодарна своим гостям за то, что они пришли сегодня в нашу студию, поделились своим мнением. Конечно, как я и сказала, вряд ли истина у нас сегодня родится. Пришло время прерваться на короткую рекламу, но совсем скоро мы продолжим наши разговоры о других, не менее важных темах. Не переключайтесь. Программа «Вести недели Молдова» продолжает свое вещание, и мы продолжаем говорить об основных событиях уходящей недели. 17 января пограничная полиция не выпустила из аэропорта Кишинев и отправила обратно в Москву. Российскую телеведущую Ираду Зейналову, которая приехала в Молдову по приглашению президента Игоря Дадона, чтобы взять у него интервью. В этот же день был отправлен обратно в Киев медиаэксперт Роман Шутов, приехавший в Кишинев по приглашению посольства США для проведения тренинга по борьбе как раз с пресловутой пропагандой. По мнению молдавской погранполиции, оба они не смогли доказать цель своего визита. Так, в ведомстве заявили, что Зейналова устно рассказала о запланированном официальном визите, но никаких документов не представила. Игорь Дадон уже подтвердил молдавским СМИ, что российская журналистка направлялась в Молдову для интервью с ним и назвал инцидент, направленным на препятствия к сотрудничеству с Россией. Что касается Романа Шутова, то у него, как он утверждает, письменное разрешение как раз было. Ни программа мероприятия, ни приглашение посольства, ни активное присутствие молдавского партнера в офисе секьюрити аэропорта не послужило обоснованием, написал он в соцсети. Посольство США приглашало Романа Шутова провести в Молдове и дискуссию о борьбе с внешней пропагандой. Если отказ во въезде гражданина Украины своего рода прецедент, то недопуск в Молдову российских граждан стал в последнее время регулярной практикой. Так только за прошлый год в нашу страну не смогли попасть с обкорком «Самольской правды» Дарья Асламова, тележурналист Алексей Самолетов, продюсер ВГТРК Марина Сафронова, главный редактор газеты «Аргументы и факты» Игорь Черняк, корреспонденты различных телеканалов, а также делегация правительства Москвы и даже российские артисты. Ирада Зейналова оказалась настойчивее своих коллег. В ночь на четверг она сделала вторую попытку и на этот раз в Кишинево ее пропустили. Вот как она прокомментировала ситуацию в интервью нашим коллегам из информационного агентства «Спутник» сразу по прилету. Те пограничники, которые вчера работали с нами, замечательные профессиональные ребята. У них не было, вероятно, какой-то там указания, инструкции, все что угодно, по которой мы должны или не должны были попасть в страну. Они выполняли свои обязанности. Выполняли таким образом, каким они считают, или каким законно выполнять их на территории Молдовы. Мы просто, знаете, все бывает. Это независимое государство со своими правилами, со своими какими-то специальными вещами. И поэтому мы полностью уважаем то, что произошло. И, знаете, не хотелось бы, чтобы такой инцидент каким-то образом повлиял на отношения России и Молдовы. Поскольку это по-настоящему братский нам народ, и мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения всегда были на хорошем, высоком, позитивном уровне. Поэтому застряться на том, что кто-то проехал, кто-то не проехал, мы сейчас не будем. Нам сейчас главное поговорить с президентом Дадоном, главное задать те вопросы, которые мы хотим задать, получить ответы и уже дальше получить полное понимание о том, какая ситуация в стране, какие отношения с Россией, чем мы можем помочь или, скажем, хотя бы не навредить этим отношениям. А вот киевский медиаэксперт Роман Шутов, с которым связались корреспонденты нашей программы, настроен далеко не так позитивно. И в Кишине он в ближайшее время больше не собирается. Вот как он прокомментировал нам ситуацию со своим недопуском на территорию Молдовы. У меня есть две версии случившегося. Первая такова. Действительно, в последнее время разного рода активистам, журналистам, политологам стало сложнее проникнуть в Молдову. Допрашивают их все тщательнее. И некоторые, как неизвестно, уже ждали по два часа, пока по ним не примут решение. Из чего следует, что вопрос проникновения иностранных агентов для спецслужб страны становится все более чувствительным. Но, насколько я знаю, до последнего времени это касалось только российских журналистов. Я был первым из Украины, кому отказали во въезде. Это может быть месседж таким, как я. Организовывайте все у себя дома и нечего к нам ездить. Кстати, под моим постом в соцсетях первый комментарий был от чешской коллеги, которая сразу сказала, «О, в ближайшее время ничего в Молдове проводить не буду». Думаю, это тот эффект, который ожидался. Другая версия. Кишинео нужно что-то говорить в Москве в ответ на возмущение из-за того, что запрещают время от времени въезжать российским псевдожурналистам. Дескать, мы не только российских пропагандистов, мы и агентов Газдепа тоже домой отправляем. Но тот факт, что госпожа Зейналова таки проникла в Молдову, такую версию ставит под сомнение. Но не только из-за внешних факторов есть повод поговорить об отечественной журналистике и телевидении на уходящей неделе. Как оказалось, хватает нам и внутренних интриг. Так, активно обсуждается сейчас передел рекламного рынка, который, собственно, непосредственно влияет на работу телевизионных каналов. Об этом подробнее в следующем сюжете. Картельный сговор и нелояльная конкуренция на рекламном рынке Молдовы. В этом обвиняются два сейлсхауса, касса медиа и эксклюзив сейлсхаус, в отношении которых четыре телеканала подали жалобу в совет по конкуренции. Так, представители РТР Молдова, журнал ТВ, Про ТВ и ТВ-8 утверждают, что наличие такой договоренности является грубейшим нарушением ряда статей закона о конкуренции. Присутствуют признаки экономичного, картельного сговора на рынке телевидения нашей страны. Это довольно-таки серьезное нарушение именно в экономической сфере, в экономической деятельности СМИ в Молдове. Просим не истолковывать это как политическое какое-то решение или вмешательство в политику ввиду аффиляции некоторых СМИ тем или иным политикам. Мы чисто требуем разобраться с данной ситуацией, которая очень сильно может повлиять на деятельность независимых средств массовой информации в предвыборный год. Наш запрос совету по конкуренции связан с тем, что если не отреагировать быстро и не будет остановлено это несправедливое соглашение на рынке рекламы, независимые СМИ, подписавшие заявление телеканала ТВ-8, журнал ТВ, Про ТВ и РТР будут поставлены в сложное положение, потому что для нас реклама – это практически один из главных источников существования. Представители этих телеканалов поясняют, что другие сейлс-хаусы и телеканалы, продающие рекламу самостоятельно, могут лишиться рекламодателей. И это в условиях, когда касса «Медиа» и эксклюзив сейлс-хаус предоставляют клиентам скидку, которая может доходить до 85%, если они согласятся размещать всю рекламу только через эти две компании. В свою очередь представители обвиняемых в картельном сговоре компании «Касса-Медиа» и эксклюзив сейлс-хаус опровергают наличие такой договоренности между ними. Но заявители представили в сайт по конкуренции список десяти рекламодателей, которые уже размещают рекламу в соответствии с условиями картельного сговора, и это только в первые две недели нового года. Эту серьезную ситуацию, сложившуюся на телевизионном рынке страны, накануне прокомментировал и президент Игорь Дадон в передаче на одном из частных телеканалов. «Когда я увидел эту информацию в прессе, спросил, что происходит. Мне сказали, что ничего. А кого вы спросили? Того, кто является владельцем, то есть депутата-социалиста. Он сказал, что появившаяся информация не соответствует действительности. Если вы говорите, что уже 10 клиентов отказались от сотрудничества, давайте посмотрим, что происходит на самом деле. Потому что, когда кто-то владеет более чем 50% из доли рынка или вместе с кем-то имеет такое соотношение, то это называется картельный сговор и карается законом». Такая ситуация на рекламном рынке Молдова вызывает еще больший резонанс в связи с тем, что сейлс-хаус «Касса-медиа», осуществляющий продажу рекламы для телеканалов «Прайм», «Канал-2», «Публика-ТВ», «СТС», «Мегафамилия», «Домашний», «Рен Молдова» и «Н4» неофициально аффилирован с демократической партией. А второй участник картельного сговора «Эксклюзив сейлс-хаус» осуществляет продажу рекламы для телеканалов НТВ «Молдова», «Акчен-ТВ» и «Эксклюзив-ТВ», принадлежащих депутату партии социалистов Корнелю Фуркулица. Телеканал «РТР Молдова» будет внимательно следить за ситуацией и информировать о ее развитии. Перейдем к другим темам. Либеральная партия уверена в том, что Молдове стоит выйти из «Содружества независимых государств». Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован по предложению пяти депутатов политформирования постоянным бюро парламента. В документе говорится, что такое решение необходимо, учитывая новые социально-экономические реалии нашей страны, которая ориентирована на Европу. Либералы уверены, что членство в СНГ негативно сказывается на имидже республики в международной политике, а также может привести к отмене безвизового режима для Молдовы в страны ЕС. На пресс-конференции, организованной либералами накануне, ГИМПу напомнил о последнем докладе Еврокомиссии, где говорится о такой возможности, если Молдова не будет должным образом выполнять условия соглашения ассоциации с ЕС. Он потребовал от правительства, чтобы оно выполняло эти условия на деле, а не декларативно. Инициативу либералов прокомментировали в Демократической партии. По словам пресс-секретаря политформирования Виталия Гамураря, разговоры о том, чтобы пересмотреть участие Молдовы в международных организациях, начались еще с прошлой осени. Однако никакой речи о выходе республики из СНГ не возникало. Против инициативы либералов выступили социалисты. Рискованным назвал законопроект и президент Игорь Дадон, выступая на одном из частных телеканалов. По его мнению, законопроект не будет одобрен депутатами до предстоящих выборов в парламент. Документ о вхождении в Содружество независимых государств был ратифицирован Молдавским парламентом в 1994 году. От политики перейдем к экономическому блоку. Доллар заметно опустился по отношению к лею. На этой неделе он впервые перешагнул через отметку трех лет недавности и стал стоить меньше 17 леев. С чем это связано и какие последствия нас ждут, узнавала наш корреспондент. На то, что лей подскочил, а доллар упал, есть несколько причин. Во-первых, рост леевых сбережений. Сегодня вкладчики предпочитают больше хранить деньги в национальной валюте. Во-вторых, рост переводов из-за рубежа. Неофициальный. Значительную часть заработанных средств трудовые мигранты привозят домой наличкой. В нынешнем году эта сумма составит примерно 700 миллионов долларов. Официально порядка 1 миллиарда 270 миллионов. Подсчитал эксперт в экономике Вячеслав Янице. С одной стороны, ситуация радует. С другой, укрепление лея больно бьет по отечественным экспортерам. Только в прошлом году на каждых 100 заработанных долларах они теряли по 200 с лишним леев, говорит Вячеслав Янице. В общей сложности экспортеры потеряли в этом году только по курсовой разнице 4,5 миллиарда леев. Чтобы вы понимали, что это такое 4,5 миллиарда леев, это в принципе больше половины их не прибыли. Укреплять и дальше лей государству невыгодно. Чтобы это не сказалось негативно на экономике страны, национальную валюту стоило бы ослабить, считает Вячеслав Янице. Ориентировочный курс я возьму в этом году 17,5. И это не то, что будет, но это желательный курс. То есть мы не должны дальше позволять укрепление лея и не должны очень сильно его ослабить, потому что это предвыборный год. Ослабление лея означает удорожание продуктов. Но почему в условиях укрепления лея продукты не подешевели? Взять тот же газ. В тарифе заложено 4200 леев, а закупка на тысячу с лишним дешевле. Но это уже вопрос к Наре. Кстати, оно же должно снизить регулируемые цены на энергоресурсы, считает Вячеслав Янице. За исключением электричества. Электричество не упадет. Я объясню почему. Потому что мы, когда лей падал, мы накопили долгов почти на 2 миллиарда. И вот эти 2 миллиарда, в которые мы не заплатили, когда лей падал, мы придем заплатить сейчас, когда лей укрепляется. А вот тарифы на природный газ, по мнению экономического эксперта Вячеслава Янице, обязательно должны быть пересмотрены, причем в срочном порядке. Ведь они были приняты еще в 2015 году. В своем исследовании он отметил, что несмотря на уже озвученное выше укрепление лея, да при этом еще и падение мировых ценных энергоресурсов практически вдвое, граждане Молдовы не почувствовали никаких послаблений в оплачиваемых тарифах. Последний раз агентство установило цену на газ в январе 2016 года в соответствии с курсом 21 лей за 1 доллар, что привело к существенным отклонениям между реальной и утвержденной ценой на энергоресурсы для конечного потребителя. Отметил эксперт. По его словам, подобная разница в 2017 году составила 17%, что выражается в 490 миллионах леев. Наре обязаны утвердить новый тариф на газ, который будет соответствовать нынешней экономической ситуации в мире и в Молдове, считает и Аници. На телефонный звонок корреспондента Вести Молдова с просьбой прокомментировать это мнение в агентстве не ответили. Пришло время прерваться на короткую рекламу, но совсем скоро мы продолжим наши разговоры о других не менее важных темах. Не переключайтесь. Программа Вести Недели Молдова продолжает свое вещание и мы продолжаем говорить об основных событиях уходящей недели. Жители Кишина уже в этом году получили квитанции за газ и отопление с большими трехзначными, а то и четырехзначными цифрами. При этом малоимущие граждане, которые еще в ноябре обратились в премарию столицы с заявлениями о компенсации на тепло, до сих пор этих компенсаций не получили. Подробности в нашем репортаже. Уже середина января жители столицы до сих пор не получили компенсации на отопление. Подача заявок была объявлена с 13 ноября прошлого года, но спустя два месяца средства до сих пор не были выделены. При этом деньги на компенсацию в бюджете муниципия есть. Около 97 миллионов леев, предусмотренных для 42 тысяч людей с низким доходом. Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду призвала ответственные ведомства решить вопрос в кратчайшее время. Мы в нем баня лукать. У нас есть выделенные средства для этих компенсаций, которые уже были утверждены в муниципальном бюджете. Я не понимаю, почему жители Кишинел должны страдать из-за того, что кто-то неправильно исполняет свои обязанности или спит на работе. Или я не знаю, по каким еще причинам. Мы создадим дисциплинарную комиссию, чтобы проанализировать, почему возник такой вопрос. По словам главы управления ЖКХ Петру Гонти, причина такого промедления в том, что бюрократические процедуры усложнились. Инфоком уже получил 11 тысяч подсчитанных запросов. Для них, думаю, запросим деньги в управление финансов уже сегодня. Всего у нас собрано 28 тысяч запросов. Необходимо, чтобы при туре секторов работали более интенсивно, чтобы все документы появились быстрее в управлении ЖКХ и в Инфоком. Сейчас стоимость отопления в столице составляет 1122 ле за одну гикокалорию. Тариф повысился прошлой весной более чем на 50 леев. Однако услуги поставщика не слишком улучшились, уверяют жители Кишинео. По их мнению, цена на отопление неоправданно высокая, учитывая то, что в квартирах все равно холодно. Вот как так похолодало, уже сразу чувствуется, что этого тепла немножко не хватает. А счета, конечно, бешеные. Две с лишним тысячи приходят мне, это трехкомнатное. 700 месяц. Отопление подорожало, и поэтому так и много идет. Я живу на первом этаже, у нас всегда холодно. И уже не один год. И какие счета приходят? Ну, как всем. Завышенные. У нас приходит 1300 на двухкомнатную квартиру. И сказали, что будут платить компенсации, ничего не давали. И этот год еще ничего не дали. Два старика. В мэрии заверили, что компенсации будут выплачены в ближайшее время, включая долги за ноябрь и декабрь прошлого года. Свою точку зрения на проблему высказал в интервью РТР Молдова муниципальный советник от социалистов Евгения Чебан, которая назвала затягивание процесса чуть ли не политическим бойкотом. А в сборе необходимых для выделения компенсации документов отметила некоторые странности. Вы знаете, я так и не поняла до конца, почему на пятницу, на 12-й, все голословно подтвердили, что нет ни одной заявления, что нет документов, нет списка этих граждан, которые подали на компенсации. И вдруг после этого заседания, как вам нравится, понедельник, мы им дали два дня, работайте и субботу, и воскресенье. Но вы же понимаете, что не так уж легко собрать, когда тебе там пакет документов нужно собрать у всех граждан, которые нуждаются. Во вторник мы вновь их собрали. И что вы думаете? На вторник уже были готовы 24 тысячи, списки на 24 тысячи вот этих граждан. Объясните мне, откуда они взяли? Потому что даже 23 жеки по тысячу в день, даже работая с... Вы знаете, списки были спрятаны. Это был полностью бойкот. Но я хочу только, чтобы они поняли. Бойкот, бойкотировали они новое руководство премарии, или они издевались и продолжают издеваться над гражданами столицы. Мне непонятно, чем виноваты эти пенсионеры, эти инвалиды, что им не сделали этот перерасчет. Ведь у меня на приеме были люди, инвалиды, пенсионеры, которые они не имеют даже на хлеб. Они плакали. И инфоком врет, что он получил списки, но не имел права сделать перерасчет. Скажите, вы между собой вы могли собраться вот эти структуры, которые отвечаете до конца, в конечном итоге, чтобы сделать перерасчет людям, в конце концов, а дальше потом разберитесь с этим списком, приведите их в порядок. Это вот такая система, которая была много лет в этой премарии. И я думаю, что мы на первом же заседании начнем ликвидировать несколько управлений, потому что нам столько муниципальных предприятий не нужны. Нам не нужны столько управлений, которые все начальники с машинами и со всем. Но никто не думает про этих граждан нашей столицы. И вы знаете, вот это то, что вы мне спрашиваете компенсации на тепло, да? Тут же были приостановлены и компенсации и на вывозу мусора, и на воду, и на все остальное. 46 человек в инфокоме работают, я не знаю, чем они занимаются, что им было трудно сделать этот перерасчет, если где-то что-то потом можно было же удерживать людей или не так. Сначала заплатите людям или дайте фактуру на 60%, если знаете, что 40% придет все равно этим людям компенсация. Виноваты притуры и жилищное управление и инфоком. Они мотивируют тем, что муниципальный совет утвердил дечизию и положение оплаты механизма по теме компенсации 22 декабря. Ничего не изменилось. Знаете, что изменилось? Изменилось только принцип перерасчета со стороны термоэлектрики. Вот. Потому что не через инфоком, а через инфобом какой-то другой центр они открыли. но это ничего абсолютно не дает. Надо было, чтобы списки были готовы, надо было, чтобы списки были переданы термоэлектрике и жилищному управлению. А жилищное управление должно было в первую очередь интересоваться этим на каком этапе все эти списки находятся. А они считают, что до конца сезона, это май месяц, люди все равно получат. Скажите мне, почему какая-то пенсионерка из 500 или с 900 лей пенсии должна оплатить полностью фактуру и ждать май месяц, если ей на сегодня не на что купить хлеб, да? И ничего им не мешало. Надеемся все-таки, что в ближайшее время нуждающиеся граждане получат компенсацию за тепло и проблема будет решена. А пока снова вернемся к политике. Наступивший год для Молдовы особенный. В ноябре или декабре мы будем голосовать за депутатов в Молдавский парламент. В недавно ушедшем 2017 году, напомню, была изменена системы выборов. И предстоящие впервые должны пройти по смешанной системе, когда половина депутатов проходит в парламент по партийным спискам, как и раньше, а половина по одномандатным округам. Система, которую поддержали в парламенте демократы и социалисты, была раскритикована на разных уровнях, в том числе венецианской комиссии. Да и жители Молдовы ее не поддерживают. По данным последнего опроса барометра общественного мнения, лишь 16% респондентов одобряют смешанную систему выборов. Потому в ноябре представители гражданского общества и оппозиционных партий создали инициативную группу по организации референдума за отмену этой смешанной системы. Однако 12 января ЦИК отказал инициативной группе в регистрации, что некоторые эксперты, политики, к примеру, председателя ЛДПМ Верил Чеботару, назвали окончательным доказательством узурпации власти. На своей странице в соцсети он призвал гражданское общество продолжать борьбу, а также обратиться к президенту и парламенту с просьбой пересмотреть решение ЦИК. В самом центре Сберкоми отмечают, что в регистрации инициативной группы по организации референдума было отказано на том основании, что были обнаружены отклонения в правовых положениях. В ответ на уходящую неделю руководством инициативной группы по проведению референдума была организована пресс-конференция, на которой ее председатель Штефан Глегер заявил, что инициаторы плебисцита все-таки будут мэр города, лидер нашей партии Рената Усатый, который уже больше года находится в Москве в связи с открытием против него на территории Молдовы уголовного дела, которое он считает политически мотивированным, предложил организовать местный референдум по своей отставке. Поводом для этого послужил так называемый мусорный кризис в Белц, который Усатый назвал диверсией, организованной центральными властями. А организация референдума, как сказано в пресс-релизе политформирования, это законный, демократический и мирный способ остановить преступную атаку силовых структур на Бельце. И вот 3 января муниципальный совет проголосовал за организацию плебисцита, но после этого, как говорится в пресс-релизе политформирования, появились новые политически мотивированные уголовные дела, к советникам от нашей партии стали являться вооруженные люди для вручения повесток, посыпались угрозы в адрес супругов, родителей и детей. У председателя фракции нашей партии Игоря Басистова и в доме, где проживает его мать, были проведены обыски. Между тем, в Национальном центре по борьбе с коррупцией отвергли обвинение бельских муниципальных советников от нашей партии в давлении и преследовании по политическим мотивам. В то же время, в пресс-службе НСБК журналистам-мьюсмейкера подтвердили наличие уголовного дела, по которому на допрос вызвали мунсоветников от НП. Из-за всего происходящего в знак протеста 15 января муниципальные советники от нашей партии в полном составе объявили голодовку, стремясь привлечь к себе внимание международных структур. При этом местные избранники не покидали здание мэрии. Несколько суток они оставались в одном из кабинетов третьего этажа, объявляя свои акции с помощью самодельного баннера, спускающегося из окна. В пятницу, 19 января, в Белт состояло заседание муниципального совета, на котором прошло голосование за референдум уводами недоверия мэру Ринату Усатому. А потом участники акции протеста встретились с представителями посольства США и Евросоюза. Подробнее об этом в нашем репортаже. Мунсовет проголосовал. В северной столице республики состоится референдум по отставке мэра города и лидера нашей партии Рината Усатова. С инициативой о проведении пребисцита выступил сам глава города после так называемого мусорного кризиса. По словам Усатова, таким образом жители муниципия смогут подтвердить свое доверие избранному мэру. Голосование может состояться 4 марта нынешнего года. В неочередное заседание Мунсовета муниципия Белс прошло после 4-дневной голодовки 21 советника от нашей партии. Члены фракции утверждают, что прибегли к такому экстренному шагу в знак протеста против политических репрессий со стороны центральных властей. Акция проходила в здании городской мэрии. Местные избранники находились под постоянным наблюдением врачей. Со словами поддержки и цветами к голодающим приходили и жители муниципия. Сегодняшнее заседание также прошло при их поддержке. Собравшиеся перед зданием мэрии люди скандировали ободряющие лозунги. Молодцы! 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 Сегодня день, когда не просто мы сплотились, а мы стали примером всей страны. Я надеюсь, что наш поступок, наш шаг, на который пошли все, мы, наши коллеги из фракции нашей партии, это оцените вы, во-первых, потому что мы это сделали для вас. Поблагодарил мунсоветников за выдержку и мэр города Рината Усаты. Голодовка членов нашей партии не осталась без внимания и некоторых депутатов, а также представителей иностранных депмиссий. Так, на заседание мунсовета прибыла депутат партии коммунистов Елена Боднаренко, которая пообещала, что ситуация в Белс будет поставлена на обсуждение в парламенте. Конечно, мы будем поднимать депутаты парламента вопросы. Парламент с 1 февраля выходит на работу. Мы будем требовать парламентских слушаний по этой ситуации. Я не был рядом со своими людьми по понятным для всех вас причинам. Но я поражаюсь их стойкостью, потому что ни температура, ни воспаление лёгких, ни угрозы, ни слабали их. Мунсоветники Белс также провели отдельную встречу за закрытыми дверьми с представителями посольства США и Еврокомиссии, на которой обсудили ситуацию. Итак, местный референдум по отставке «Примара Белс» назначен на 4 марта и мы будем следить за развитием ситуации. Ну а завершить выпуск хотелось бы новостью светлой и праздничной. На уходящей неделе православные христиане праздновали Крещение Господне или Богоявление. Это важное для православного мира торжество, сопровождающееся множеством интересных традиций. Об этом наш следующий репортаж. Крещение Господне один из важнейших христианских праздников. В этот день православные христиане всего мира вспоминают евангельское событие Крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Утром во всех церквях Молдовы прошла литургия, а затем и освящение воды. Тысячи верующих отстояли очереди, чтобы унести домой немного святой воды. Считается, что она исцеляет душу и тело. Святой водой можно окроплять жилые помещения, вещи, принимать во время болезни, наносить на больные места. Мы с открытой душой приходим в этот день набрать эту святую водичку. У всех у нас в душе что-то неспокойно. И когда такое случается, немножко святой воды промылся, выпил глоточек и все идет хорошо. Мы очищаем души, как и весь год. И дом очищаем от греха, от всего плохого. Исцеление души и тела на протяжении многих лет и помогает. А как же? Только Бог помогает. Святой водички набрать, чтобы Бог дал нам здоровье, чтобы мир был на свете. Также одним из символов праздника является базилик. Считается, что он приносит удачу и очищает дом от злых духов. Это базилик. В этот большой праздник, который называется Крещение, считается, что если окропить им дом, то он принесет удачу, очистит от злых духов, болезней, от всего. Это символ веры. И у каждого христианина в доме должен быть базилик. Обратиться за помощью к Всевышнему в этот день призвал митрополит Кишиневский всея Молдовы Владимир. Читается, что в такой день слова, обращенные к Господу, будут обязательно услышаны. В этот день просите у Господа Бога, чтобы Он дал спокойствие и взаимопонимание в нашем обществе. Милосердный Господь благословит вас в этот праздник. Благословение Бога будет для вас, для всех. В этот день также принято окунаться в прорубь, что с удовольствием многие и делают. Читается, что такое омовение очищает и оздоравливает не только тело, но и душу. Праздником Крещения заканчиваются рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Такими были основные события уходящей недели и реакция на них рядовых граждан страны, а также аналитиков и экспертов. А на этом время нашей передачи «Истекло». С вами его провела Олеся Коряк. Оставайтесь на РТР Молдова и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин